МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как шоссе изменило облик страны? Мечта миллионов. Приключения итальянского автомобиля в России. Антуанда де Сент-Экзапюре есть книга «Планета людей». Но мне кажется, что если прилетят к нам некие инопланетяне, не знающие о нас ничего, и посмотревшие на нашу планету незамутненным, незаинтересованным взглядом, то они решат, что у нас планета машин, что основным существом, живущим на нашей планете, являются автомобили, заполнившие наши города, наши улицы, наши дворы и наши тротуары. Автомобиль является и главным содержанием нашего сознания. Он заполняет наши мечты. Очень часто идентичность человека привязана к его машине. И автомобили формируют наши ландшафты. Пространство стран, городов складывается вокруг автомобильных дорог. Так что в этом смысле история последнего столетия пишется на асфальте. 1924 год. На московском автозаводе собраны первые 10 отечественных грузовиков АМО F-15. Машины построены на базе Фиата. В годы индустриализации полуторка, простая в эксплуатации, становится самым массовым грузовым автомобилем в стране. 1908 год. На заводе Генри Форда в Детройте создан первый автомобиль модели Т. Спустя пять лет, благодаря конвейерной системе, на сборку одной такой машины потребуется не более полутора часов. За один только 1913 год компания Форда произведет 200 тысяч автомобилей, прозванных в народе «Жестянкой Лиззи». 1886 год. Немецкий предприниматель и изобретатель Карл Бенц получает патент на первый в мире автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. У моторвагена Бенца было три металлических колеса, которые приводились в движение четырехтактным бензиновым мотором. Автомобиль – дитя промышленной революции. Он был рожден не столько даже технологическими, сколько социальными и политическими изменениями. Для того, чтобы появился первый автомобиль, недостаточно было одного только парового двигателя. Нужен был динамичный предпринимательский класс и нужны были свободные финансовые ресурсы, которые происходили от колониальной торговли. Все эти вещи были в наличии у лидера промышленной революции Англии. И неудивительно, что первый автомобиль на пару появился именно там. Как подметил наш народ, англичанин-мудрец, чтобы работе помочь, изобрел за машиной машину. Я думаю, не будем продолжать цитату из дубинушки, а расскажем про англичанина-мудреца. Париж. 1769 год. Инженер Николай Жозеф Кюньо провел испытание трехколесного самодвижущегося устройства. Работало оно с помощью пара. По скорости уступало многим пешеходам. А его первый заезд длился всего 12 минут. Кюньо назвал свое изобретение автомобилем. Инженер считал, что за самоходным экипажем на пару – будущее. Но убедить в этом окружающих было непросто. Кюньо несколько лет добивался аудиенцию министра обороны, чтобы доказать, как полезна будет машина в армии. Изобретение Кюньо все же заметили. Чиновники выделили 20 тысяч франков на его усовершенствование. Но Кюньо не повезло. На одном из новых испытаний машина врезалась в кирпичную стену. Городские газеты язвили. Огромный котел взорвался с грохотом на весь Париж. С этого дня открылся счет автомобильным авариям. Кюньо пришлось прервать свои опыты. Великобритания, 1797 год. Ричард Треветик, бывший сотрудник компании Джеймс Уатта, построил модель паровой повозки. Внешне она заметно отличалась от французской предшественницы. Котел был заменен цилиндрическим баком. Добавилось еще одно колесо. Овенчало конструкцию труба, из которой валил отработанный пар. Видимо, из-за внешнего вида потомки прозвали машину безрельсовым паровозом. И здесь не обошлось без скандала. Уатт публично обвинил бывшего сотрудника в краже идей и попытался провести в парламенте закон о запрете паровых повозок. Осуществить задуманное ему не удалось. К тому же вскоре Треветик сам прекратил свои опыты. По банальнейшей из причин – отсутствию финансирования. Деньги требовались не только для постройки машин, но и для подготовки английских дорог, которые находились в плачевном состоянии. Изобретатель вскоре разорился. Уехал в Южную Америку попытать счастье, но через 11 лет вернулся в Англию, где и умер в полной нищете в 1833 году. Еще при жизни Треветика паровые экипажи все-таки появились на улицах Лондона. Дороги к тому времени привели в порядок и вскоре их заполнили самоходные дилижансы. Они уже могли развивать скорость до 30 км в час. Однако владельцы традиционного транспорта, конных повозок всех мастей, объявили машинам войну. Лондон, 1861 год. Английский парламент принял закон о дорожных локомотивах. Это был первый сборник правил дорожного движения. Правила эти оказались невероятно суровыми. Паровым повозкам предписывалось снизить скорость до 7 км в час, да и в населенных пунктах нужно было двигаться еще медленнее. Лишенные своего главного преимущества – скорости, английские паровые экипажи практически ушли в небытие, в то время как их ближайшие родственники паровозы продолжали активно использоваться. Если в Англии развитие паровых повозок было приостановлено, то на континенте напротив создавались все новые, более совершенные модели. Например, котел заменили трубкой-змеевиком, а угольные топки – керосиновыми горелками. Паровой двигатель скрестили с велосипедом, так получился мотоцикл. Самодвижущиеся экипажи на пару появились и в новом свете. Один из них был подарен пожарной команде Мичигана. Новые владельцы не слишком доверяли машине, поэтому впрягали в нее лошадей на всякий случай. К началу 20 века паровые автомобили уже успели стать предметом культа. Бесшумные и элегантные машины таких марок, как Стэнли, Уайт и Локомобайл, завоевали поклонников по всему миру. Но наступили 20-е годы, роковые для парового автотранспорта. В борьбе за КПД коэффициент полезного действия пар проиграл. Начинались новые времена – эпоха бензина. Треветик произвел целую революцию в технике. Благодаря ему паровая машина из громоздкого стационарного сооружения превратилась в универсальное мобильное подвижное устройство. То есть паровая машина вышла на улицы, в самую гущу толпы. Но здесь-то она стала общественной опасностью. И потребовались общественные конвенции для того, чтобы регулировать отношения техники и человека. Мы называем эти конвенции правилами дорожного движения. В 17 августа 1896 года лондонская домохозяйка Бриджит Дрискл шла в сторону Гайдпарка. Неожиданно на перекрестке из-за угла вылетел автомобиль. Удар отбросил женщину на обочину. 44-летняя мать троих детей скончалась на месте. Свидетели показали, что автомобиль мчался с необычайно высокой скоростью. 4 мили, то есть 6,5 километров в час. Однако водителя Артура Этселя, торговца автомобилями, суд оправдал. В приговоре значилось несчастный случай. Это был первый суд по делу об автомобильной аварии. А Бриджит Дрискл стала первой официальной жертвой автомобиля. Безопасность на дорогах – одна из древнейших проблем человечества. Первые правила дорожного движения ввел еще Юлий Цезарь. Эти правила запрещали днем ездить по улицам Рима на частных колесницах. А своеобразная дорожная полиция из вольно отпущенников должна была любыми средствами ликвидировать заторы на перекрестках и предотвращать драки возничьих. Тем не менее, с веками на дорогах становилось все опаснее. Жертвой дорожного движения стал король Вильгельм Завоеватель, упавший с лошади. А композитор Гендель после крушения своей кареты ослеп. О том, кому были выданы первые водительские права, историки спорят до сих пор. По общепринятой версии, это Карл Бенц – изобретатель первого трехколесного автомобиля. В 1886 году его шумный моторваген во время первого выезда в город произвел на публику столь сильное впечатление, что начался переполох. Пришлось вмешаться полиции. Автомобиль с водителем арестовали, и под конвоем конных полицейских припроводили в мастерскую владельца. И только через два года, когда изобретение Бенца получило золотую медаль на промышленной выставке в Монако, власти вручили пионеру автомобилестроения разрешение на вождение автомобиля. В Германии же была разработана и первая общенациональная система лицензирования водителей. Все желавшие надеть модные краги и кепку должны были сдать экзамен в водительской школе. Но это не помогло уменьшить количество происшествий на дорогах. Следователь, который вел дело о гибели Бриджит Брискол, первой жертвой автомобильной аварии, надеялся, что эта смерть станет последней. Но уже через полтора года, в 1898 году, случилась новая автокатастрофа, в которой погиб водитель, Генри Линдфильд. Он врезался в дерево и через день после ампутации ног скончался в больнице. Подобные аварии стали настолько частыми, что правила дорожного движения пришлось ужесточить. В начале 20 века по инициативе общественных союзов автомобилистов и велосипедистов по всей Европе начали устанавливать регулирующие знаки. Однако, каждая страна принимала собственные правила и свое оформление дорожных знаков. В результате водители, оказавшиеся за границей, не могли разобраться на дорогах. Лишь в 1919 году Лига Наций образовала комиссию для создания единых правил дорожного движения и системы дорожных знаков. В 1930 году в Британии был введен новый дорожный кодекс, приведенный в соответствие с международным законодательством. К тому времени в стране насчитывалось 2,5 миллиона автомобилей, при этом на дорогах ежегодно погибало 7 тысяч человек. Во второй половине 20 века для безопасности водителей и пешеходов было придумано множество правил и приспособлений. В 1967 году американский изобретатель Алан Бритт сконструировал сенсор, реагирующий на столкновения машин. Он станет ключевым компонентом в устройстве подушек безопасности. А в 1970-м в австралийском штате Виктория принят закон об обязательном использовании ремня безопасности. Уже второй век неумолимая статистика ДТП ведет свой счет. И второй век человечество бьется над тем, чтобы этот счет остановить. 5 августа 1914 года в Кливленде на перекрестке 105-й улицы и авеню Ивклида были установлены 4 электрических светофора конструкции Джеймса Хога. Они имели два сигнала – красный и зеленый. Светофоры были оборудованы зумером, звучавшим в момент переключения. В Советском Союзе первый светофор установили 15 января 1930 года в Ленинграде на углу Невского и Литейного проспектов. О светофоре у меня есть одна занятная история. Якобы он был изобретен, то, что сейчас принято называть, афроамериканцем, который наблюдал на улицах такую картину, что регулировщики, люди, были, как правило, белые. И, соответственно, на перекрестках они все время пропускали белых водителей. И черные водители были вынуждены ждать очень долго. И светофор имел в этом смысле расовое значение. Он уравнивал белых и черных водителей. Он был, не допускал расовой дискриминации. Для того, чтобы поговорить о этом и о подобных вещах, мы пригласили историка науки, автора многочисленных книг и учебников по истории автотранспорта, Алексея Дмитриевича Рубца. Добрый вечер. С какого момента автомобиль начинает менять наше общество? То есть он становится не предметом элитного потребления, а он становится массовым явлением? Предметом не только элитного явления, но и влияющим на психологию, собственно, жителей страны, автомобиль стал практически с первых дней своего появления в России. Потому что это интересовало жителей не только как новинка техники, но как еще определенное историческое событие, что вот появляется новое средство техники, эстетическое даже явление. Ну и кроме того, автомобили просто вызывали и удивление, и интерес. Говоря об отечественных автомобилях, Алексей Дмитриевич, где, собственно говоря, начало российского автопрома? Российского автопрома первый завод, который был создан в России, Полюстровская набережная, дом 5, Санкт-Петербург, завод Старлей. Конечно, завод нельзя назвать в полном смысле заводом. Производились считанные экземпляры, но владелец этого завода на собственных автомобилях осваивал прямо-таки космические расстояния и рекорды. В 1896 году им был совершен безостановочный пробег Москва-Санкт-Петербург. Но надо заметить, что основоположников российского автомобилизма, именных, нет в современных энциклопедических изданиях вообще. Хотя за рубежом, ну, чтут их память. Андрей Платонович Нагель, создатель и бессменный редактор органа императорского автомобильного общества, журнала «Автомобиль», совершавший пробеги, и победитель ралли «Монако». Победитель ралли «Монако» был российский? Да, забравший все призы в 1912 году. У меня есть иллюстрации тех времен. Триумфальный въезд Нагеля в «Монако», он телеграфировал в Петербург. Автомобиль прошел без поломок и повреждений, шины с петербургским воздухом. Такой вопрос. Дороги. Когда, собственно говоря, начали асфальтировать дороги? Дороги асфальтировать стали, ну, с начала века. Надо сказать, что первые дороги, они строились деревянными, только не бревна поперек. Изобретение это Василия Петровича Гурьева – торцовые дороги. То есть, определенным образом шестигранной такой огранки забивались в дорогу соответствующие, ну, так скажем, чербаки. А вот уже более позднее советское ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству. Это совершенно реальный лозунг. Удалось найти, где, в каком пробеге он впервые использовался. Да, кстати сказать, шестой по счету каракубский автопробег, чисто женский, назывался имени Октябрьской революции и посвящен был запрещению абортов. Тот же чисто, так сказать, автомобильный, его свойства отходили на второй план. Первичны были пропагандистские агитационные свойства этого пробега. Это было доказательство триумфа советской власти, технологии над природой. Ну, надо сказать, что триумф над природой не всегда получался. Сейчас иногда вспоминает, забыв о его довольно раннем и печальном конце, пробег Владивосток-Москва. Ну, в общем, ясно, что, видимо, здесь он где-нибудь в Забайкалье, наверное, забуксовал. Так, собрали, собрали. Ой, вы слишком большой оптимист. Слишком большой. Начавшись во Владивостоке, добравшись едва только до Хабаровска, не доехав примерно пяти километров до краевого дорожного управления, пробег остановился полностью и до Москвы далеко не добрался. Ну что ж, говоря о дорогах, мы не можем обойти стороной Соединённой Штаты Америки. Действительно, автомобиль – это символ Америки, это душа Америки. Много земли, много дорог, свободный, независимый индивид. Для американца автомобиль – это своего рода декларация независимости, воплощение американской мечты. Америка разрасталась дорогами, это был костяк её. Позже на кости нарастало мясо, плоть. И самой главной из этих дорог была знаменитая дорога шоссе номер 66, о котором поётся в знаменитом ритмон-блюз «Get your kicks on Route 66» – «Оторвись на дороге 66». Они изменили свою жизнь так, как во всей Вселенной может изменить её только человек. Они уже больше не фермеры, они кочевники. И думы, расчёты, сосредоточенное молчание, посвящавшиеся раньше полям, теперь посвящались дороге. Так писал Джон Стейнбек в романе «Гроздья гнева» о самой знаменитой дороге Америки – «Шоссе 66». Конец 1920-х. От Лос-Анджелеса до Чикаго на 3940 километров протянулась гигантская автострада – первая магистраль, соединившая Восток и Запад страны, маленькие городки и индустриальные центры. Она пересекла 8 штатов и 3 временные зоны. Спустя пару лет, когда страну захлестнёт масштабное строительство дорог, «Шоссе 66» назовут «Матерью дорог» или попросту «Главной улицей Америки». Но ещё не была закончена укладка асфальта на всём протяжении шоссе, как на нём уже появились толпы переселенцев. Начиналась Великая депрессия. «Федеральная дорога 66» – это путь беглецов, путь тех, кто спасается от пыли, оскудевшей земли и обнищания, от медленного наступления пустыни, сокрушительных ветров и наводнений. Полмиллиона людей движется по дороге. Ещё один миллион охвачен тревогой, готов в любую минуту сняться с места. Джон Стейнбек из романа «Гроздья гнева». Для одних шоссе 66 стало дорогой к лучшей жизни. Для других – самой этой жизнью. Когда Великая депрессия закончилась, миллионы американцев не спешили покидать полюбившуюся им дорогу. На обочинах вырастали заправочные станции, кафе, магазинчики. А к 50-м – около трассы возникли города. К этому времени в Соединённых Штатах, пожалуй, не осталось ни одной семьи, не побывавшей на шоссе 66. Среди байкеров даже появилось неписанное правило. Если ты хоть раз не проехал по главной улице Америки, ты не можешь считать себя настоящим мотоциклистом. Из романа Стейнбека «Гроздья гнева». Вдоль шоссе 66 стоят придорожные бары. Эл и Сузи, позавтракайте у Карла, Джо и Минни, закусочная у Илла. Две бензиновые колонки у входа, внутри длинная стойка, табуретки. Возле двери три автомата, а рядом с ними патефон, играющий за пять центов. Перекинешься словечком с официанткой, закажешь стакан кофе, кусок пирога, отдохнёшь малость. В шестидесятых мать дорог изменила свой облик. Неоновая реклама. Необычные дорожные знаки с символикой шоссе. И бесчисленные гостиницы на любой вкус. От скромной мазанки до фешенебельного Эль-Ранчо. Его построил брат знаменитого кинорежиссёра Дэвида Гриффита для голливудских артистов. Возникла целая индустрия, обслуживавшая главную улицу Америки, где всё было предусмотрено только для путешествующих автолюбителей. Именно шоссе 66 считается родиной фастфуда, автомобильных ресторанов и кинотеатров под открытым небом. Здесь всё было впервые. Но шло время, и главную улицу Америки потеснили современные автострады. 27 июня 1985 года она была официально исключена из шоссейной системы Соединённых Штатов. В ответ жители посёлков и городов, лежащих у знаменитой трассы, вышли на её защиту и добились внесения нескольких участков шоссе в число национальных памятников. Автомагистраль была возвращена на карты. Джон Стэмбек из романа «Гроздья гнева». Позади вставало солнце. И вдруг внизу глазам их открылась широкая долина. Он резко затормозил посреди дороги и крикнул, «Смотрите! Виноградники, фруктовые сады, ореховые рощи и красные крыши среди деревьев приехали». Несмотря на то, что сегодня сохранившиеся участки матери дорог не отвечают современным требованиям, тысячи людей со всего мира вновь и вновь возвращаются на шоссе 66, которое стало символом Америки и изменило лицо страны. Америка устроена так, что в ней можно прожить и умереть, не вылезая из машины. Сидя за рулем, вы можете поесть в закусочной, купить продукты, взять деньги в банкомате. Существуют даже автомобильные церкви, где люди слушают молитву, сидя в автомобилях. И еще американцы изобрели истинно американский вид культурного досуга. Между прочим, 6 июня 1933 года в американском городе Нью-Джерси был открыт первый кинотеатр под открытым небом, предназначенный для автомобилистов. Рекламное объявление гласило «Добро пожаловать всей семьей, невзирая на то, какие шумные у вас дети». Пик популярности нового развлечения пришелся на 50-е годы, когда по всей стране работало 4000 таких кинотеатров. Для миллионов американцев самые романтические воспоминания связаны с ночными просмотрами кинофильмов под открытым небом. Что такое Италия для России? Это и ренессансная легкость Аристотеля Фиараванти. Это и роскошная барокко Бартоломео Растрелли. Это и воинственный эмпир Карла Росси. Это и Рим Гоголя и Брюллова. Это и Венеция Тягилева и Бродского. Это и Марчелло Мастрояне в фильме «Очи черные». Но это также и автомобили Жигули, бывший итальянский Фиат. Их пускай не были ни притязательны, ни взыскательны эти автомобильчики, но они произвели настоящую революцию в Советском Союзе. Во-первых, революцию цвета. После серых и черных машин на улицах появились легкие цветные автомобили. Во-вторых, революцию в умах. У нас появилась идея выбора, идея сервиса. И в-третьих, революцию социальную. Автомобиль Жигули создал советский средний класс. Она была вожделенной мечтой миллионов. Символом эпохи, героиней фильмов и книг. Советским гражданам приходилось ждать годами, чтобы стать ее обладателем. О приближении волнующего дня извещала открытка в почтовом ящике. Это был день встречи с мечтой. С собственной машиной Жигули первой модели. В 60-е годы 20-го века личный автомобиль в Советском Союзе был роскошью. И позволить его себе могли немногие. С конвейера завода малолитражных автомобилей за год сходило не более 200 тысяч москвичей. Волга же была, говоря современным языком, автомобилем представительского класса. В начале 60-х стало ясно, стране нужен новый автозавод. Для его строительства председатель Совета Министров Советского Союза Алексей Косыгин решил привлечь капиталистов, западную автомобильную компанию. Но какую именно? Остановились на итальянском концерне «Фиат», который производил простые и недорогие автомобили. Как раз такие и требовались Советскому Союзу. Но была еще одна, не менее важная причина, почему выбрали именно «Фиат». Президент концерна оказывал финансовую помощь итальянской компартии во главе с Пальмира Тольятти. Когда в 1964 году Тольятти умер, старинный русский город Ставрополь на Волге получил его имя. 19 марта 1966 года в аэропорту Шереметьево приземлился итальянский самолет, из которого выкатились три автомобиля «Фиат-124». Именно эту модель итальянцы предлагали в качестве прототипа «Жигулей». Но главный советский эксперт Борис Фиттерман был категорически против. Он выступал за другую модель – «Фиат-128». Среди плюсов «128-го» был привод на передние, а не на задние колеса, более новая, легкая и экономичная конструкция. Представители «Фиата» отвечали – никогда в обозримом будущем концерн не пойдет на массовый выпуск подобных машин. Переднеприводная «128-я» выпускается только для того, чтобы удовлетворить вкусы немногих любителей. Итальянцам удалось убедить советское руководство взять за основу «124-ю» модель. Но не пройдет и четырех лет, как «Фиат-128» станет автомобилем года. Он будет широко продаваться в Италии. Вскоре на передний привод перейдут все автомобильные концерны мира. А конструкция «Фиата-124» морально устареет уже в тот момент, когда начнется производство «Жигулей». Но в 1966-м этого никто не мог даже предположить. Министерство внешней торговли Советского Союза и акционерное общество «Фиат» заключили договор о сотрудничестве. Итальянцы должны были адаптировать «Фиат-124» к нашим дорогам и климату, спроектировать, построить и запустить автозавод в городе Тольятти. В 1967-м году начинается строительство волжского автогиганта. В Турин, где располагается «Фиат», едут учиться несколько тысяч советских инженеров. 19 апреля 1970-го года появились первые «Жигули» – «ВАЗ-2101». Машины почти целиком были собраны из деталей, привезенных из Италии. Собственное производство еще только разворачивалось. Уже к 1974-му году «ВАЗ» выпускал с конвейера 2300 автомобилей в сутки, по одной машине каждые 22 секунды. И все равно не мог удовлетворить спрос. В свободной продаже автомобилей не было. Чтобы приобрести машину, надо было сначала подать заявку по месту работы, а затем после одобрения правкома встать в очередь. И ждать, иногда год, иногда несколько лет, до получения почтовой открытки с уведомлением. И в один единственный указанный в открытке день прийти в автомагазин, заплатить пять с половиной тысяч рублей и забрать свои «Жигули». Путь к обретению собственной машины был долгим. Но зато автовладельцем мог теперь стать почти каждый. Именно «Жигули» были тем автомобилем, который вошел в новую систему ценностей советского человека. Квартира, дача, машина. Какой момент в нашей стране стало, возможно, нормальное частное владение автомобилем легковым? С 1948 года. Для, теоретически, любого жителя страны. Но, правда, возможно, это не было доступным для сельского населения, потому что они и паспортов-то не имели. Но городские жители могли уже приобретать автомобили. Победа? Первый автомобильный магазин в Москве и в России открылся на углу Спартаковской улицы, Спартаковского переулка в 1948 году. Огромная Спартаковская площадь, от которой мало что сохранилось, там начинается эстакада, была уставлена, ну, таким антиквариатом, что и во сне-то не приснится. Это вся трофейная автомобильная техника Германии была вывезена сюда. Это Хорхи, это Мерседесы еще даже 30-х годов со спицами. И двухдверные, и все, что было в Германии, сделано в 30-е, 40-е годы, все было вывезено сюда. Но в определенное время была директива, что это уничтожить, переплавить металлолом, и все это колоссальное количество антиквариата просто растворилось. И вот автомобили «Москвич», они стоили довольно дешево и были сравнительно доступны. В тех еще недономинированных ценах автомобиль «Москвич» стоил 8 тысяч рублей, которые после 1961 года в 800 рублей превратились. Автомобили «Победа» и «Волга» были различных типов. Автомобили «ЗИМ» продавались только по определенным справкам. А уж «ЗИ-110» это только правительственно. А по каким справкам «ЗИМ» продавался? Что человек какой-то народный артист или что-то? Он должен был обратиться в соответствующие органы и организации, которые ему оформляли разрешение на покупку автомобиля «ЗИМ». Так что «Жигули» в этом отношении вас произвел революцию массового автомобилевладения. До этого не было? Не совсем так. Он не обеспечил массового владения. Дело в том, что существовал так называемый СЭВ – Совет экономической взаимопомощи. Экономический аналог Варшавского договора, Варшавского пакта, по которому каждая страна производила только ту продукцию для снабжения соцлагеря. И основную продукцию по легковым автомобилям производила Россия. Это были автомобили «Жигули». И вся почти, ну можно сказать, даже на 90% продукция уходила в зарубежные страны. «Жигули» шли в Болгарию, «Жигули» шли в Польшу, ну даже в Германию. И не хватало, катастрофически не хватало «Жигулей» здесь. Завод «Красный пролетарий» – 30 тысяч человек работающих. «Красный уголок», как тогда называли, «Гласность». Одна стена – очередь на «Жигули», другая стена – очередь на квартиры. В 80-х годах наш институт автомобильного транспорта, в котором я работал, получал лимит для сотрудников. А тогда было в институте 600 человек на два автомобиля. Деньги, пожалуйста, в отличие от нынешнего времени, сейчас денег достаточно, и автомобилей тоже. Но тогда все-таки деньги можно было накопить, 5600 рублей «Жигули» стоили. Но вот так вот запросто купить это было невозможно. Ну что ж, спасибо, Алексей Дмитриевич, за ваш интереснейший рассказ. У нас в гостях был Алексей Дмитриевич Рубец, историк автотранспорта, автор многочисленных книг и учебников. Ну а для нас тема «Жигулей», тема той самой легендарной «Копейки» – это также тема ностальгии. У каждой нации есть своя автомобильная ностальгия. Обычно речь идет о первой машине в семье, как о первой любви. Для России, для Советского Союза, естественно, «Копейка». А для Восточной Германии была своя машина, которая сейчас вызывает у немцев ностальгию, или, как они говорят, «остальгию». 8 ноября 1957 года в Восточной Германии начался выпуск нового автомобиля марки «Трабант» в переводе «Спутник». Эту недорогую машину назвали в честь советского спутника, запущенного в том же году. Часть кузова автомобиля была пластмассовой. Это делало машину дешевой, но ненадежной. Всего в ГДР было выпущено около трех миллионов трабантов. В современной Европе эти автомобили приобрели культовый характер. Их расписывают художники, о них пишут песни и снимают фильмы. Посмотрим еще раз на Землю взглядом инопланетян. Что такое автомобиль для человечества? Добро или зло? Скептики говорят, что автомобиль – это тупиковая ветвь технического прогресса. Земля не вынесет такого количества авто. В самом деле, может так случиться, что лет через 20 люди будут воспринимать автомобиль как неизбежное социальное зло. Ведь еще 20 лет назад никто не мог предположить, что курильщик будет восприниматься очень часто как социальный изгой. Но может быть, точно так же лет через 20 люди будут вынуждены извиняться перед окружающими за то, что у них есть автомобили. Оптимисты, напротив, говорят, что автомобилисты – это наиболее социально активная часть человечества. И нужно всячески их поощрять. Так же, как и людей, имеющих компьютеры. Правда, конечно, где-то посредине. Несомненно то, что автомобиль изменил лицо человеческой цивилизации. Но важно одно. Чтобы не автомобили управляли нами, а чтобы мы управляли автомобилями. Чтобы у нас была не планета машин, а планета людей. Это была программа «Власть факта». Увидимся через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok